приветствую всех дорогие друзья сейчас я вам покажу как мы будем готовить вот это вот вкуснейшее блюдо этот гусь будет с айвой с апельсинами и с яблоками до готовим маринад который конечно обязателен для гуся чтобы его натереть полторы чайные ложки сладкого перца можно смесь чайную ложечку я беру тер ты черный перец поэтому с учетом этого так черного перца примерно чайная ложка и полторы столовые ложки соли полторы многие используют разные там травы какие-то особенные приправы вот я делаю и советую просто обычный лавровый лист взять и перемять и ничего замудренного ну и конечно же чесночок смотрите вот у меня ладонь большая это довольно крупный чеснок и здесь не знаю зубчиков если взять вот такие довольно тоже крупненький штук получается так 7 штук 8 штук 8 зубчиков я кладу побольше так как мариновать его не буду 24 часа а меньше чеснок никогда не будет лишним никогда и советую 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 всем чуть больше времени потратить не сухой насыпать а вот именно такой настоящий для нежности гуся или гуся кому как хочется советую оливковое масло он от этого будет только нежнее нежнее пару столовых ложек после этого все это дело мы перемешиваем не первый раз делаю гуся пусть у меня канал музыкальный но решил поделиться как я делаю так все готово супер теперь будем обмазывать вот такой вот у нас красавец гусь кстати он из удмуртии он домашний и от этого очень много тоже зависит мясо выращенное либо дома на нормальных кормах либо в магазине купленная но это домашний настоящий жирненький вот такой вот большой гусь его нужно натереть и внутри и снаружи вот этим нашим подготовленным маринадом приступаем натираем не стесняясь равномерно и внутри и конечно же снаружи вот так вот прям ручками ручками очень тщательно старательно привлекательно кстати за счет масла оливкового запах еще приятнее стараясь вот здесь кстати говорят тоже надо хорошо промазывать там все промазано и внутри внутри до конца там тщательно нужно промазать там больше всего и толще всего мясо берем самый простой обычный главное чистый пакет тот может специальный брать главное чтобы туда вошел гусь поставить на какое-нибудь блюдо потому что обязательно с гуся будет капать воздух выпускаем как можно больше так вот завяжем плотно и уберем гуся на 24 часа но у меня не получится 24 часа поэтому я больше чеснока использовал чтобы он побыстрее пропитался но все же лучше 24 часа и так друзья так как сегодня старый новый год а гусь нужен сегодня прошло всего 4 часа и чтобы он промариновался получше нужно его перевернуть переворачиваем не смотри-ка он не потек очень даже прекрасно я думал он будет печь как прошлые разы у нас всего лишь пару часов времени и будем жарить в общей сложности он помаринуется 6-7 часов и в духовку самая вкусная часть аромат прекрасный стоит от нашего гуся вот он такой красавчик что самое интересное посоветовали и хочу попробовать и уверен что будет вкусно вместо яблок но яблоко я тоже одно использую взять айву она плотненькая кисленькая уверен очень вкусно приступаем к фаршировке кто-то набивает не плотно но я советую плотно так я уже делал несколько раз и когда не плотно все таки мясо немножко верхняя часть не такая пропитанная получается так что решать конечно вам в любом случае будет вкусно еще вкуснее когда конечно он промаринуется все 24 часа ну и как любой шашлык как любое мясо питают кстати небольшой советик если нужно чтобы побыстрее гусь промариновался пропитался нашим маринадом то не держите его все время в холодильнике я вот например последние два часа подержал его в тепле как видите гусь практически битком я плотно до конца забил и он битком забит сейчас мы его зашьем и все а пока ставим духовку на 190 градусов чтобы она хорошо прогрелась пока мы будем упаковывать и сшивать она как раз прогреется очень очень хорошо так крылышки завязал конечно это нужно делать обязательно потому что иначе прорвет либо фольгу либо рукав где вы хотите делать еще пока не понял где буду делать сколько фольги у меня есть час и зашиваем конечно же конечно же нашего гуся я делаю сейчас обычной ниткой также можно зубочистки либо такие специальные палочки протыкать как как кому угодно мы тоже их нужно тогда иначе закрывать фольгой потому что они будут торчать и обязательно вам прорвут что-либо вот образом обычной зубой я это делаю пришел посмотреть сын пришел посмотреть да утку хочешь скоро будет гуся захотел да утку уже пробовал пробовал курицу пробовал пробовал куся по-моему нет ладно а мы продолжаем как вы это сделать честно кто будет если вас там осуждать цель 1 закрыть гуся и связать все ноги и крылья так между собой как можно сильнее прижать его к самому веревка закончилась все завершающая стадия и мы заворачиваем гуся в фольгу и есть одна важная тонкость как вы знаете фольга фольга имеет две стороны и одна сторона немножко матовая не знаю может быть фольга бывает и такая что она блестящая со всех сторон лучше чтобы блестящая сторона была к гусю внутренней была потому что блестящая сторона отражает тепло лучше и гусь вас будет пропекаться лучше сюда мы вниз кладем двойной слой фольги у меня тут закончилась фольга поэтому одна сторона но на самом деле такого ничего страшного нет вниз кладем двойной слой фольги блестящий матовая там осталось внизу делаем бортики небольшие это все логично понятно чтобы чтобы жир не растекался но у меня он сегодня растечется я не сильно стараюсь потому что спешу спешу потому что нужно мне ехать ехать нужно за дочерью которая на танцах так кладем гуся вот в эту самую лодочку с буртиками небольшими кладем гуся конечно кладем чтобы шов был сверху само собой чтобы сок оттуда не вытекал все это будет томиться здесь 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 так все здесь завернется зацепится вот и фольга у меня заканчивается но ничего страшного ничего страшного абсолютно нет края заворачиваем вот таким вот образом и в конце мы гуся будем открывать уже когда он в принципе испечется минут на 5-10 мы его откроем всего лишь навсего чтобы корочка появилась но так как сейчас не очень плотно ой забыл одну вещь забыл одну вещь друзья ох ладно не буду я делать этого вниз еще лучше положить лук ладно не буду потому что фольги у меня больше нет нет фольги простите порезать морковь порезать морковь лук ну буквально на 4 части и положить по краям как же я это забыл потому что спешу 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 и морковь вот морковь приготовленная лежит ну ладно все равно будет вкусно на самом деле будет вкусно я уверен кладете по бокам и в соку это мясо особенно нижний слой он пропитается немножко морковью но у меня и яблоко и апельсин еще айва с кислинкой поэтому будет и так вкусно маринад был вкусный еще и в оливковом масле так что все будет хорошо но советую советую в масле это будет кипеть там и эта часть пропитается очень хорошо еще морковочкой сладость придаст но у нас сладости в принципе достаточно друзья духовка у нас прогрелась и мы отправляем это все в духовку под температурой 180 градусов но сейчас она прогревается 200 и она прогрелась уже очень хорошо управляем 200 убавляем до 180 и засекаем 2 часа все отправляем и засекаем 2 часа используем мы вот здесь стоит не двусторонняя двустороннюю если есть такая возможность с двух сторон чтобы грело снизу и сверху пусть отправился на диапазон и мы убавляем на 180 180 170 180 180 все ты доволен? да доволен ееее баба два часа на исходе И наш гусь, я уверен, готов. Все-таки жир протек, как я и думал. Но ничего абсолютно страшного в этом нет. Вытаскиваем его. Сейчас посмотрим, как там телоскорочка обстоит. Дымок идет. Это нам уже не нужно. Мы можем смело это убирать. Вот. И сейчас мы его забросим. Он даже немножко подпекся местами. Давайте просто, чтобы показать. Мы его сразу же попробуем. Обрезать. Все никакое. Очень легко режется. Все прекрасно, друзья. Можно есть. О, мягко, мягко, мягко. Прямо мягко. Он сам расходится. Очень нежненький. И это очень приятно. Теперь мы его вот в таком виде закинем на 5 минут. На 5 минут почему говорю? Потому что... Ох! Есть такая функция. Верхняя плита. Верхний подогрев. И с вентиляцией. Это очень быстро создает корочку. У кого есть такая опция, это прекрасно. Поэтому 5 минут и готово. Ну что, 5 минут на исходе. Поэтому мы открываем. Можно на самом деле было еще парочку минут. Ничего. Нам достаточно. Ну, друзья, можем... А, здесь можно просто... Пусть идет. Ну, как видите, просто нежнейший все. А-а-а! О-о-о! Суши! Нисколько не сожалеем, что... Мы все-таки раньше его готовили. Потому что старый Новый год вот-вот уже наступит. Так что все прекрасно. Советую, советую. У-у-у!